Добрый вечер. Рада вас видеть в компании DataArt на встрече Java User Group. В этом году это первая встреча, с чем всех нас поздравляем. Надеемся и будем делать гораздо регулярнее данные встречи. Хотела бы сделать акцент на анкетках. Вы многие взяли. Пожалуйста, в конце встречи для нас очень важен и для наших спикеров фидбэк от встречи и от доклада в том числе. Там нет графы отзыва. Пожалуйста, если будет возможность, напишите в конце, ну, сзади анкетки, напишите отзыв. Вот. А сейчас я бы хотела вам представить наших коллег с киевского офиса DataArt. Это Дмитрий Куперман и Егор Волков. Сегодня ребята расскажут о работе с Legacy системами, как вы видите уже на презентации. Прошу, встречайте. Спасибо. Еще раз всем привет. Сразу хочу сказать, что мы постараемся сделать наш доклад максимально неформальным, поэтому, в общем, не ждите суровой наукообразности. Будет достаточно, не хочется сказать, весело, но, во всяком случае, не очень скучно. С Legacy, если работаешь со всей серьезностью, то можно съехать крышей, собственно. Рабочее название доклада, как работать с Legacy и сохранить психическое здоровье, на самом деле. В общем, кто с Legacy работает, тот поймет. Значит, пару слов о себе. Опять же, исходя из того, что мы докладываем по Legacy, уже очевидно, что мы люди с тяжелой судьбой. Я 12 лет в девелопменте, из них, наверное, около половины это Legacy, что накладывает свой отпечаток. Егор, кто считал, он, по-моему, писать начал раньше, чем говорить, но весь промышленный экспириенс у него со мной вместе в Legacy, что тоже, в общем, деформирует психику. Егор, если хочешь еще добавить… Ты на мьюти. Ты на мьюти. И сейчас на мьюти. Раз, раз. О, теперь ты не на мьюти. Окей. Собственно, тогда, наверное, начнем. Это чисто формальный слайдик для понимания того, что нам предстоит. То есть мы поговорим о том, что такое Legacy вообще и как этому всему грамотно подходить. Дальше поговорим о том, как, что можно делать руками, что мы бы не рекомендовали делать руками на основании нашего опыта. Дальше на самом деле будет самое интересное. То есть будет разбор определенных примеров наших и пример мониторинга приложений. Именно больше техническая часть будет. Да, то есть чисто техническая часть, которая очень помогла нам. Собственно, вообще весь следующий доклад посвящен некоему обобщению, я бы сказал, нашего опыта. Мы не претендуем на всеобъемлющее покрытие проблемы. Об этом есть книги, которые там в конце приведены в рекомендуемых ссылках. Это как бы кис... Какое-то подобие кис-стадии по одному проекту и обобщение всего предыдущего опыта. В общем, что мы рекомендуем делать, что мы не рекомендуем делать никому, потому что мы уже попробовали и так далее. Собственно, вот она первая часть с тем заголовком, о котором я говорил. Почти все сталкивались с ситуацией, когда вы приходите на проект и вам достается код, написанный когда-то кем-то. Собственно, legacy в переводе наследство. Отсюда и это слово. Вы получаете это чудесное наследство. Код базу, которой, ну скажем, лет 10. Которая написана на... Если говорить о джаве, да, тут вообще мало будет чисто джавовых вещей, это касается разработки вообще. Но код, написанный там на джаве, скажем, 1.4, это явно видно. Хотя он пришел с шестой джаве. Все, что может быть неконсистентно, сделано неконсистентно. И вам нужно с этим разбираться. Ну, документации, конечно, нет или она тоже устаревшая. Вот в этом всем нужно как-то жить. Поэтому нужно приучить себя к тому, что это наши реалии, и в них нужно существовать. Для этого нужно чувство юмора, опять же, иначе будет плохо. Я буду комментировать даже картинки. Значит, вот этого красавца мне в поездке on-site выдал team lead проекта со стороны заказчика, сказал, держи, это герб. Это уже, как бы, эта картинка всем, наверное, известна. Сами знаете, откуда выдрано, это то, как прилизительно выглядит архитектура этого приложения, которое вы получаете после того, как оно там 10 лет уже жило. Потому что это нормально, очень трудно сохранить нормальное приложение, если на нем меняются команды, меняются технологии за годы, появляются новые, приходят новые люди, они пытаются впилить новые технологии, у них не хватает времени, у заказчиков не хватает денег, их стопорят посередине, это все как-то все равно живет. Потом приходите вы и начинаете в этом всем разбираться. Итого, что такое legacy? Как уже сказал, это исторический код. Исторический, истерический местами. В общем, это то, что вам досталось наследство, оно есть такое, какое оно есть. Когда вы приходите к каким-то техническим людям на стороне заказчика, если вам повезло и такие есть, и может не быть, то на большую часть вопросов «why is it done this way», они ответят «for the historical reasons». Все. Это сделано так, потому что так исторически сложилось, виновные расстреляны. Спрашивать больше некого. Очевидно, там будут старые технологии, уже сказал, по понятным причинам. Не было четвертого спринга 10 лет назад и так далее. Будет неконсистентная архитектура. Тоже уже сказал. Почему? И тоже уже сказал перед этим, sorry за повтор. Будет недостаток документации, будет непонятно, что с этим всем делать. Не будет ясно, откуда же брать информацию о том, что имели в виду эти люди. Да, нужно будет реверсеншение. Глядя на вот это, в общем-то половина людей сбегает сразу. Потому что страшно и чувствуется, что будет противно. При правильном подходе противно не будет. Расскажем как-то. Почему? Первое, что помогает сразу же нормально отнестись к Legacy – это production. Legacy – система, если ей 10 лет и она живет, и вас на нее зовут что-то делать, это значит, что эта система не на полке эти 10 лет лежала. Это живая система. Она приносит деньги уже. Этот код, который вы будете называть разными нехорошими словами, приносит миллионы долларов прибыли в месяц, в неделю, я не знаю какую единицу времени вашим заказчикам. И каким бы плохим он вам ни казался, ваш предыдущий стартап, который написан идеально в соответствии со всеми вашими представлениями о правильной архитектуре. Этих миллионов не приносит, например. Может быть, пока не приносит. Может, уже приносит, тогда круто. Production, соответственно, также связан с тем, что этот код какой бы ни был плохой, он надежный, иначе бы он не выжил в продакшене. Блажен кто верует. Видели мы продакшены, которые рестартовали каждую ночь, потому что вторые сутки оно не переживало, оно валилось out of memory. Уже работает, но 2 года назад не работало. Ну и соответствующие риски. То есть цена вашей ошибки, естественно, высока, потому что если вы этот худо-бедно работающий продакшен-код завалите в конец, то заказчику будет очень грустно, и вам будут рассказывать, сколько стоит каждая минута простой этого продакшен. В худшем случае это недополученная прибыль, как они ее называют. Да. В лучшем случае недополученная прибыль. В лучшем случае это вы будете тем виновным, которого расстреляют. Вот. Что нам нужно на выходе? Мы пишем новый функционал. Очевидно. Любая система развивается. Мы фиксим старые баги. Очевидно. И то, о чем хочет, как бы, поначалу любят забыть, но что никогда нельзя упускать из виду, это стабилизация, потому что этот код будет нехорошим, но нужно будет каким-то образом доводить его до ума. Если мы сразу же не будем на это выделять какие-то ресурсы, то, опять же, это плохо наше дело. Что с этим всем делать? Значит, братья Марио с Вантузом наши верные тетемические братья, потому что это все нужно грести лопатой и Вантузом пробивать все, что забилось. То есть тоже на последнем Legacy-проекте я сказал, что we are a team of certified flashers. Заказчикам понравилось. Ну, в общем… Пришлось. Да. Flashers – это ассенизатор. То есть они поняли, что я в теме. Итого, что вот все, мы увидели Legacy-код, мы поверили, что он хороший раз в продакшене, мы начинаем что-то с ним делать. Практики, без которых никуда. Нам обязательно нужно будет читать код. Говорю очевидные вещи, но, опять же, не такие очевидные, как кажется. Нам нужно будет много читать чужого кода, реверс-инжинирить все, что нам попадается. Потому что без понимания того, что имел в виду автор, а документации, вы же помните, у нас, скорее всего, нет. Нам не поехать. Потому что мы иначе сделаем изменения, последствия которого нам будут непонятны. То есть мы прежде всего читаем код. И до изменения мы должны точно понять, как оно работает. И что имелось в виду. И какие смежные области оно может зацепить. То есть мы читаем смежный код тоже. Совершенно нормальный кейс, когда… к лиду приходит человек, говорит, я накопал, я вот хочу вот это починить. Как считаешь, нормально? Я говорю, а вот в этом месте что происходит? Ой, я пойду посмотрю. Хорошо, накопал 10, а ну тут вот все, я теперь все понимаю, вообще все понимаю. А вот, вот, я тоже на это все смотрю. Ну вот, вот есть еще какой-то кейс, при котором вот вызываем какой-то левый метр. Я говорю, а то куда? Ну я пойду посмотрю. Ну вот, надо сразу и до глубины. Ну, собственно, следующий пункт – до глубины. То есть на Legacy проекте самые вот хот-ки, которые чаще всего используешь, это call hierarchy и type hierarchy. А не compile, не build, не… Не дай бог deploy. Ну да. То есть по всему смотришь. Иными словами – это техники реверс инжиниринга. Обязательно надо, потому что само выше. Дебаггер – наш верный друг. Во-первых, для того, чтобы локализовывать ошибки. Во-вторых, для того, чтобы опять же понимать, как оно работает. Потому что будет логика, которая написана так, что прочесть ее по-людски нельзя. Опять же, потому что писали давно и в тяжких муках. Нужно преодолеть себя. Больше касается, как бы, джуниоров медлов. Бородатые синьеры обычно уже на это смотрят как на данность. Первый раз страшно, потом нормально. Дебажить надо все. То есть если мы уходим куда-то в Spring и понимаем, что валится где-то в Spring, значит мы идем и дебажим Spring. То есть мы оба выдебаживали ошибки внутри Spring, фиксили эти ошибки и пересобирали его. Потому что, например, нельзя было прогреваться на более свежую версию, в которой это пофикшено. Да, что поделаешь. Так можно. Это страшно, но это можно. Ничего в этом военного. Да, Spring. Да, дебажить. Spring, Hibir, что мы там еще. GSF я дебажил. То есть можно и нужно. Искать старую документацию носителей знаний. Есть такой хороший термин – промышленная археология. Бывает промышленный шпионаж, бывает промышленная археология. Надо. Есть вещи, которые мы выдебожим, конечно, когда-нибудь. Но если есть доки, лучше их найти. Если мы знаем, что в компании есть хоть один человек, который помнит, как этот код писался, лучше пойти и с ним поговорить. Скорее всего, он скажет вам о том, что есть какой-то конфлюенс где-то на какой-то тачечке, а там и документация какая-то есть. Опять же, да, археологическая составляющая в том, что конфлюенс этот может уже не торчать на улицу и может вообще лежать в виде дампа базы этого конфлюенса в бозе почившего. Но это может вам помочь. Интересная ситуация, когда этот последний человек уходит или его нет вообще. И вы вообще один на один с этой базой, с этой код-базой, тогда дебаггер вам, в общем, в помощь. Документация. В смысле создание своей. Понятно, что у вас она есть такая, какая есть или нет. Но если вы уже делаете свой какой-то investigation, надо не забывать, что хотя бы это должно быть задокументировано. Тяжко, опять же, тяжко себя заставить после недели с дебаггером садиться еще на два дня писать документ, но надо. Потому что иначе вы же в лучшем случае потратите потом неделю, через полгода, когда вы все о том забудете, а заказчик наконец-то запрует изменения, о которых вы сейчас ему напишите. Либо это будете уже не вы, и человек потратит снова какую-то дикую уйму времени. А обязательно. Причем отдельные документы для себя и для бизнеса. Потому что, с одной стороны, вам обязательно нужна документация, по которой вы сможете понять, как она работает, а бизнес ее не поймет. И бизнес от вас будет требовать чего-то понятного ему для понимания функционирования на верхнем уровне. И в основном мы писали либо два документа, либо какую-то красивую цветастую диаграмму, которая потом долго и нудно расписывалась для девелопера. Очень рекомендуются секвенс-диаграммы и датафлоу-диаграммы. То есть, обычная блок-схемка. Ну, датафлоу – это обычная блок-схемка, как бы все в школе помнят, по школе помнят. Секвенс – все знают, что такое. Лайфлайны по вертикали и стрелки между ними по методам. И последний пункт. После того, как мы худо-бедно на второй год одного проекта нашего чудесного начали все записывать, вдруг оказалось, что мы все равно ходим по кругу, потому что мы не читаем то, что мы написали. Мы написали для заказчика и посчитали, что нам достаточно. В общем, набитый заглядатый условник. Тем более, если вы его писали. А руками? Вот это вот конкретная девелоперская. То есть, руками, по которым, с одной стороны, они с одной стороны чешутся, а с другой стороны, нужно себя по ним бить. Анекдот про русского и канадского программиста помнят, наверное, почти все. Русский программист говорит, я это перепишу за две недели и уходит в астрал. Нет, не трогать. Вот когда вы видите это все и говорите, все переписать, у заказчика нет денег оплачивать три или четыре года вашей работы, сколько вам понадобится на то, чтобы переписать это с нуля. Это если говорить о всей системе. То же самое касается абсолютно любой части. То есть, если вам нужна неделя на то, чтобы это разобраться и неделя на то, чтобы это пофиксить, вам это дадут. Если после недели разбираний вы говорите, ой, это все лажа, я это все перепишу, будет классно, замечательно, но не сравнить с тем, как сейчас, два месяца эстимейта. Не дадут. И с этим нужно смириться. Поэтому держать себя в руках и не пытаться даже думать о том, что мы должны здесь что-то все перепилить, а делать то, что написано ниже. Реализовывать новые хотелки и писать консистентно с существующим кодом. Это тоже психологически очень тяжело, потому что если вы видите, что сделано плохо и вы сейчас впилите сюда кусок красивых современных технологий, увеличив размер зоопарка технологий на проекте, это опять же будет потом кому-то, может быть, и вам тяжело читать. Делать консистентно. Делать максимально в стиле уже существующего кода. Для того, чтобы не плодить как бы дальнейшую энтерпию. И все. То есть, если у вас, да, у вас уже может быть, как у нас на системе, часть написана на Spring MVC, часть написана на голых сервлетах, но вот если в той части, где голые сервлеты нам нужно дописать кусок, то мы его дописываем на голых сервлетах. Для того, чтобы не ломал мозг потом человек, который придет после нас это читать, почему здесь играть, здесь не играть. с этим вот, это как бы больше к менеджменту, но девелоперы должны это тоже понимать. Что бизнес всегда руководствуется исключительно своими бизнесовыми потребностями. И если вы не уговорите бизнес необходимости сделать то или иное изменение, из этого изменения не будет. Но для того, чтобы понять его необходимость для бизнеса, вы должны стать на его место. То есть, если вам очень хочется порефакторить какой-то кусок кода, потому что он не удобен вам для чтения, вам никогда не дадут этого сделать. И затем нужно смириться. Это либо нужно делать под шумок, как я вот пишу здесь в рефакторинге. Что рефакторить, если уже совсем все плохо, то рефакторить по-тихому. Но чуть-чуть, потому что, опять же, если это породит увеличение объема работы, то заказчик вас опять же спросит. Либо нужно убеждать заказчика в том, что ему это надо. Заказчик даст вам сделать те изменения, которые улучшают overall system in availability, скажем так. Но просто так бороться за качество кода на legacy уже не получится. Поэтому best practices, которые есть для нового кода, например, Sonar, какие-нибудь Checkstyle, PMD и так далее, эти вещи на legacy не имеют смысла. Они вам будут постоянно вываливать сотни ошибок предшественников, которые вы не будете иметь возможности фиксить. Это данность. Но, опять же, с другой стороны, если вы можете доказать важность того или иного изменения, пользуйтесь этим. тестирование. Это нужно всегда и везде, но, опять же, здесь ввиду нестабильности среды и ввиду высокой стоимости ошибки, потому что мы живем в продакшене, очень важно уделять внимание тестированию. Особенно потому, что нам непонятные влияния. Сайд-эффекты наших изменений зачастую непонятные нам самим, потому что всей код базы мы не знаем. Не мы ее писали. И поэтому, например, мы работали долгое время по конфигурации четыре девелопера, пять QEF, по-моему. В общем, QEF было больше, чем девелоперов. Мало кто может себе это позволить, но в Legacy это очень желательно, чтобы на каждое ваше изменение писались тест-кейсы, которые оправились бы заказчиком желательно. Если заказчик в теме, если нет, то это уже up to you. И любое изменение проходило бы через все круги тестирования. То есть в нашем случае это был отдельно фаза верификации, где проверяется фича. Потом фаза стабилизации, где проверяется уже релизный бранч, где все фичи смержаны вместе. Потом фаза сертификации, где все то же самое прогоняется еще раз чуть на других тест-кейсах на сертификационном environment, который максимально приближен к проду по характеристикам железа и конфигурации. И только после этого мы можем релизиться, если все эти три круга допройдены. Кто считает, что сертификация не нужна, потому что на стабилизации все уже выяснено? Нет. Не все. Опять же, вот просто опыт. Не все. Когда прогоняется общий регрессионный кейс дважды, на втором круге бывает, что тут находится. Очень важная штука девопсы, релизная процедура и вообще все, что касается не девелоперских активностей, но связанных с работой с кодом. Когда мы проект получили, вот последний наш самый веселый, там понятно, оно каждые сутки рестартовалось, я уже говорил. Релизилось оно, в частности, релизилось, это что-то как-то работало. Стало это все нормально действовать после того, как появилась девопсная команда, выделенная. Конечно, это была уже воля заказчика. Была прописана релизная процедура, подразумевающая обязанности как с нашей, так и с их стороны. где каждый шаг строго документирован. Да, это бюрократия, но любая бюрократия это плата за детерминированность процесса, его предсказуемость и понятность каждого шага каждому участнику. Поэтому релиз подразумевает, мы прошли, у нас закончился девелопмент, у нас закончились три фазы или две фазы в упрощенном процессе QA. После этого пишется письмо девопсной команде за какой-то 36 часов в нашем случае до релиза предполагаемого. Те это читают, созваниваются с нами, обсуждают все изменения environment, которые будут. То есть понятно, что они не резут в код, но мы должны им показать каждое изменение базы данных, которое будет. Мы должны им показать каждое изменение конфигурации, которое будет. И делают это они. То есть на каждое изменение мы пишем отдельный документ. Звучит страшно, это тикет в жире всего лишь. После этого собирается, в релизное время собирается все причастные к релизу, там толпа народу. Каждый там озвучивает, что он делает, и это делает. Мы залили базу, теперь мы рестартанули такие-то серваки, теперь мы рестартанули такие-то серваки. QA пошли прогонять на задеплоинном продакшене свои регрессионные тесты. Только если таковые прошли, мы после этого можем спать спокойно. Если что-то пошло не так, запускается процедура отката релиза, прописанная естественно в изначальном документе на релиз. Опять же, потому что иначе вы что-то забудете. То есть документацией на релиз должна быть обязательно документация на откат релиза. Которая вернет систему... Не смешно, это было вчера. Ночью на сегодня. Мы находимся, на самом деле, если мы выглядим немножко несвежими, то это значит, что мы в правильном настроении по легосе. То есть мы вчера зафакапили релиз по непонятной нам причине. Мы его откатывали полдня с ними, с девопсами. Полдня и полночи мы пытались понять, в чем причина и пофиксить. В итоге причину мы не нашли. Нашли способ пофиксить без понимания причины. Сегодня, приехав сюда на утреннем поезде, мы сели релизиться с ними. Два-три часа назад мы закончили релиз. В процессе релиза мы нашли две баги. Одну из них пофиксили по ходу. Вторая объяснила, почему у нас завалилось вчера. Но все по документам. Потому что если бы не было документа на откат, то еще вчера у нас бы продакшен лег и не встал бы. То есть надо. Очень важная штука сугубо техническая branching strategy. Кто коммитит в транг? Поднимите руки, кто коммитит в транг? Он же Head Revision. Все остальные по бренчам работают? Круто. Если так, то молодцы. Когда мы получили наш чудесный проект, предыдущий процесс подразумевал коммиты в транг. Если у вас есть N фичей, которые вы коммитите в параллель в транг, а потом собираете из них релизный бранч на релиз, как это раньше было принято и многие так делают по сей день. Хочу надеяться, что не многие. Это дорога в ад. Потому что если у вас в перемешку лежат в транге, то есть в одной ветке коммиты разных версий, а потом вы из них собираете, что из этого вы будете релизить, сначала вы получите массу удовольствия, собирая это, вычленяя те фичи, которые заказчик сопровил на релиз, и убирая те, которые не сопровил. А потом, когда у вас этот релизный бранч не пройдет стабилизацию или сертификацию на тестировании, нужно будет еще одну фичу из него убрать, как говорится, вымерджить, то вы получите это удовольствие еще раз. Вот это вот из разряда «не делай, так я пробовал». Вот это ад. То есть есть куча различных бренчных стратегий, которые лежат на куче разных сайтов. Можно изобрести свою велосипедную, как мы. Но концепция должна быть всегда одна. В транг коммитов нет. Стейбл транг и фичер бранчи. Причем мы советуем релизиться из релизных бранчей, а не из транга. То есть у вас есть ваш транг. От транга бранчуются ветки на конкретные фичи, соответствующие тикетам в Jira. Потом, когда вы готовы к релизу, вы из релизных бранчей, из релизных говорю, из фичер бранчей, тех фич, которые готовы, собираете релизный бранч. Соответственно, из него будет элементарно вымерджить то, что по каким-либо причинам потом из релиза выпадает. Когда релиз произошел, релизный бранч мерджится в стейбл транг. Все. Фичер бранчи бранчуются только от стейбл транга. Вроде как бы достаточно стройно, на первый взгляд страшноватенько, но boilerplate уменьшило на порядок, когда мы на это перешли. И тоже такая очевидная вещь вроде, которой далеко не на всех проектах пользуются. Код-ревью и тулы для них. Опять же, у кого на проекте есть код-ревью? Молодцы. У кого на проекте есть кросс-код-ревью? Это когда тикет, если его превьюил один человек, нельзя релизить. То есть, как бы не менее двух ревьюеров. Молодцы. А какие тулы для этого используете? Crucible зачет. Еще. В общем, короче, понятно. Короче, Crucible зачет. Еще советую глянуть в сторону такой штуки reviewboard. Просто reviewboard.com. Исключительно удобная вещь. Работает с СВН и с ГИТом. При том, что у нас был фишай, уже прикрученный к джире. На фишай тоже советую посмотреть, если используете джиру. Но фишай такое. Он показывает изменения по одному коммиту. Это неудобно. Что позволяет, например, reviewboard послать запрос на ревью, который саккумулирует в себе все изменения в данном фичербранче. Это очень удобно. Значит, у нас фишай криво настроили. Мы не хендлим свой фишай. Фишай и хендлим наши заказчики, у которых руки. Ладно. Есть. Есть. Вот. Поэтому нам было, не знаю, насчет проще, но быстрее точно развернуть на своих виртуалках в DataArt reviewboard, который ходил в заказчицкий репозиторий, забирал оттуда код и делал все, что мы хотим. Вот. Теперь они доступ туда просят. Молодцы. В общем, да. Надо. Вот. Теперь сейчас будет то, что, в принципе, больше касается менеджеров лидов. Это как бы совокупность вот конкретно лично вот моей боли и способов лечения. Это три тимлида, трех тимов нашего проекта. В он сайте в Америке покупают в супермаркете инструменты для менеджмента. Вантус, в банке написано вазелин и ершик. Так и живем. Значит, первое, что должен помнить тимлида или PM проекта при стаффинге. Но не всем девелоперам едет Legacy. Но есть люди, которые пишут замечательный чудесный образцово-показательный код. Но когда им нужно делать то, о чем я говорил выше, то есть сидеть с дебаггером или там с… Не у всех мозги так стоят. То есть просто вот он не может. И как-то так. В общем, да, это реалии, что хорошие люди могут плохо перформить на Legacy проекте. Их нужно как бы менять с хорошими отзывами, не портя ни им карму, ни себе жизнь. Второе, вынес отдельным пунктом. Тщательно подбирать команду по личностным качествам. Вот опять же, посмотрите на нас. Ну, в принципе, мы сейчас на самом деле вот после двух дней релиза, мы близки сейчас к состоянию раздела двух сред. Как бы хочется сдохнуть. Но смеемся над собой и продолжаем радоваться жизни. В команде должен быть какой-то вот такой дух самоиронии и чувство локтя. Без этого все будет грустно, нудно и от этого перформанс будет ниже. А когда в команде может быть даже меньше по размеру, но люди как бы с правильным отношением к жизни, вы это почувствуете и… Ну, просто у вас энергия не будет уходить куда-то непонятно куда. Опять же, да, ставить команду, имея это в виду. И ничего нет как бы зазорного опять же в том, что вы заменяете человека в команде, который и хороший джавист, и вроде в легоси разбирается. Он такой сидит на созвоне. «Как делал? Как делал?» «Я сделал то-то, я сделал то-то, я завяз с этим». «А ты?» «Я делал вот это, мне еще осталось два дня». И как-то вот уже все, уже всей команде хочется повеситься. А вроде же перформить ничего так. Имеем в виду. Товарищи лиды. Третий и четвертый пункты вместе. Ну, у нас такая работа, когда что-то там не работает, надо прежде всего прийти и спросить, как бы мальчика мыл ли ты руки. То есть, как правило, свежий взгляд со стороны, с элементарным вопросом. «Я накатил свежий код, у меня ничего не работает, что же мне делать?» «Ты базу проапдейтил?» Такие вещи, да, это дурацкие вопросы, которые нужно задавать. Это элемент нашей работы. Касается всего, не только legacy проекта, но здесь в особенности. Напоминать о предыдущих, вот вышеупомянутых техниках. Потому что, опять же, я не мог себе представить, какой процент моего общения с командой вот до того момента, когда человек уже влился, вот с новыми людьми. Ну, половина времени этого. Ты сходил туда, посмотрел, ты точно докопал до конца? А здесь? А вот тут еще? А вот это ты продебажил? Точно? А если я посмотрю? Это жизнь. И это нормально. То есть, если вы с такими вопросами приходите, комплексовать не надо. Вы не монстр, вы нормальный. Плохо, если вы полностью считаете, что он синьор, он все сделает. Микроменеджер не надо ни в коем случае. Просто, если возникают обсуждения, надо и о том, что нужно не бояться задавать детские вопросы. И каждый раз напоминать. Мы два года на проекте. Мы оба забываем апдейтить Jiru. Только мы это забываем апдейтить и в три раза реже, чем остальная команда. Вместе взятая. Поверьте, остальная команда в основном синьорная. Это как бы люди и… А мы теперь, получается, не синьорная команда. Мы так мимо проходили. Ну, типа, прим надо… А, хорошо. В общем… Устраивает меня. Это больше менеджерская активность, которой тоже нужно быть готовыми. Менеджер со стороны заказчика меняется. И как в нашу команду могут прийти люди, которые не понимают, что такое Legacy, так в команду заказчика может прийти менеджер, который до этого работал в разработке новой. Который классно читал книги по скраму. И он считает, что все ваши проблемы от того, что вы работаете не по книге. Нет, если у вас нет процесса, то сейчас я расскажу. Но если у вас процесс уже есть, и он построен, и он работает, а тут приходит дядя и говорит, «Нет, трехнедельные спринты – это плохо, сейчас мы вам напилим двухнедельные, и это вам все починят». Вот надо… «Почему у вас такие большие эстимейты?» Спокойно. На второй месяц они привыкают, но им нужно рассказать, что вот здесь так принято. Кто знает анекдот? Кто знает анекдот? Здесь так принято. Это стоит рассказать, потому что это тоже про нашу работу. Был социальный эксперимент – клетка с обезьянами и банан на высокой табуретке. Когда одна обезьяна подбегает, хватает банан, всех остальных поливают водой. Ну понятно. Обезьяна возвращается, ее все бьют. Потом этот принцип сохраняется какое-то время, обезьяны начинают по одной менять. И потом получается замечательная ситуация. Уже все обезьяны поменены. Нет ни одной обезьяны, которая бы видела… Ну и поливать их уже перестают. То есть нет ни одной обезьяны, которая бы видела, что будет, если она возьмет банан. Нет ни одной обезьяны, которая знает, что ее польют водой. Но они уже все равно его бьют, если он пойдет. Здесь так принято. То есть есть вещи, особенно на Legacy, которые сначала трудно объяснить заказчикам. Что если есть, скажем, в travel-системе… You know what I mean, да? Что я сейчас скажу? Что если в системе с travel-системе есть какое-то требование, касающееся страховки путешественников, то эстемейта меньше трех дней не будет. Не спрашивать почему – не будет. Первые разы ему надо рассказывать, потом он тоже привыкает. То есть если он будет уперт, и он вас пропушит, вы уменьшите эстемейт, сорвете его, потому что потом скажете, ну мы же тебе говорили, что мы знаем, где там грабли лежат. В какой-то момент заказчик начнет верить вам, что вы знаете, где грабли лежат, либо заказчик тоже начнет понимать, где грабли лежат. Это идеальный вариант. Значит, я уже касался процесса. Хаос в процессе девелопмента ухудшает любой хаос, какой есть. Понятно, что хаос в ходе, скорее всего, есть в Legacy. Способ его улучшить, начать, как всегда, начиная пробудовывать украину с Себе, вот это вот оно. То есть сначала четкий процесс, абсолютно прозрачный. Это касается, на самом деле, всех проектов, но опять же, в Legacy, как оно всегда немножко нервное, это очень важно. Чтобы Jira отображало реальное положение вещей в данный момент времени. Прописные истины, говорю. Никому лиды не приходят, говорят, почему ты тикет в туду на нем два дня работаешь уже? И так далее. Очень много такого. Требования должны быть четко сформулированы. Нельзя брать в работу тикеты, по которым непонятно, что делать. Сначала requirements management, потом на основании результатов requirements management planning poker, потом на основании estimate из planning poker sprint planning и так далее и так далее. И не наоборот. И это должно быть простроено, оговорено с заказчиками, забито в календарь, куча митингов, куча бойлер-плейта менеджерского, который себя окупает. И бюрократия в Jira себя окупает. Потому что paper trail в письмах – это известная вещь, но достаточно той же Jira. Но у вас должны быть инструменты обеспечения прозрачности и понятности вашего процесса. Опять же, все формальные процедуры должны быть тоже желательно описаны. Как релиз, так и что угодно. Начало спринта, конец спринта. То есть у нас есть отдельные документы, опять же, я говорю документы, это не страницы кода. Это эксельная табличка, на которой просто календарик, в котором дни покрашены соответствующие цвета. Но зато, когда к вам приходит заказчик и говорит, вот, мне срочно надо вот это, все, business constraint, не могу, давайте мы это зарелизим в следующий вторник. Ты ему эту бумажку показываешь, чувак, в курсе, у нас двухнедельные спринты, сейчас четвертый день. Код форит послезавтра. Куда? И как-то либо мы начинаем что-то выкидывать из спринта. В общем, заказчик понимает, что он сейчас противоречит сам себе. Если этого не будет, то, опять же, вам как исполнителя будут морочить голову, вы как исполнитель будете виноваты в итоге в бардаке, и заказчик не будет сам понимать, почему так происходит. В худшем случае. В лучшем придет на той стороне нормальный менеджер, который поможет вам этот проект построить. Что, все так плохо? Это намек на то, что ты... ...слайды блистать надо, я понял. ...вещаешь. ...вещаю. Так, с энтропией понятно. Врастимейтить. Все просто. Я уже говорил выше, что влияние не всегда понятны. Код старый, страшный и вам не до конца известный, у вас в неожиданных местах могут выскочить какие-то интересные вещи. У нас был случай, когда изменение CSS, просто стиля в CSS, поломало какой-то кусок бизнес-логики. Потому что кто-то молодец, в JavaScript поставил проверку на цвет какого-то контрола. Ну, то есть, я понимаю, валить на попередников это вообще тренд, но вот приходится, приходится на это закладываться. То есть, просто видишь работу на три стори-пойнта, следующие в ряде Fibonacci пять, вот его и ставь. Потому что ровно три, если получится, повезло. И так, в общем-то, во всем. Очень важная штука противостоять потоку бизнес-требований. То есть, мы, как тоже уже выше говорили, стабилизация очень важна. Потому что понятно. Бизнес не всегда это понимает. И очень-очень часто, это просто вот по опыту, бизнес вас будет заваливать требованиями сделайте нам эту фичу, сделайте нам эту фичу, эту фичу, эту фичу. И не будет в упор слышать ваших криков о том, что если мы сейчас не исправим вот эти-эти-эти вещи, у нас там система будет чаще падать. Или там валится какие-то эксепшены, которые, возможно, приводят к тому, что вы теряете деньги. Просто пушбекать. То есть, нужно постоянно им напоминать о том, что есть еще технические проблемы. Именно касающиеся, опять же, именно касающиеся стабильности. Потому что ничего другого они не поймут. То есть, объяснять им value ваших проблем, в ваших смысле технических. которые мы ведем в technical debt. Потому что все равно заказчик вам не даст сделать все, что вы хотите. То есть, если вам получится выбить себе, что вот у нас там в каждом спринте 30% спринта идет на technical debt. на фиксы из technical debt. Или этого technical debt должен быть. Его нужно ввести по мере обнаружения. Обязательно. Хорошая практика, это если уже никак не дает заказчик жить с постоянным фиксом technical debt, можно попытаться выбить в какой-то межсезонье, когда у них там какое-то сезонное затишье, постараться пропихнуть небольшой стабилизационный проект. То есть сказать, ребята, вот у вас сейчас, вот мы вроде вот это сделаем, потом у вас сейчас будет там месяц минимальной нагрузки на сайт, потому что у вас там неважно сезонные продажи. Давайте сейчас. Это вам даст на следующем пике возможный прирост здесь, здесь и здесь. Бывает, что такое прокатывает. Потом нам все страшно благодарны, потому что они потом видят свою статистику, а у них там продажи на 20% нет, но там даже на 10%, если вырастает оборот у компании с оборотом в сотни миллионов в год, то это хорошие деньги. И этот кейс вот как раз мы несколько месяцев назад получили. То есть мы с кровью пробили стабилизационный проект, который дал нам возможность лучше мейнтонить код. Об этом Егор будет сейчас много говорить, потому что мы весь вот мониторинг, который он делал, собственно, внедрили. И это дало там колоссальный скачок по мейнтейнабилити, по выявлению проблемы и их фиксу. Иметь свод-группу. Вот посмотрите на нас после двух суток релиза. Вот это мы. То есть у вас будет падать. Все равно он будет валиться. И все равно, если нет на стороне заказчика каких-то технических людей, то звонить будут вам. И в 2 часа ночи и в 4. Проверено. Нужно как-то это менеджить внутри команды. То есть нужно иметь вот этот вот свод Special Weapons and Tactics. Аббревиатура для американского полицейского спецназа. Вот нужно иметь такую группу у себя в команде. То есть нужно договариваться, может быть там кто дежурит в какие дни, кому в какой день мы звоним среди ночи, если чего случилось. В общем это должны быть люди, которые как правило не семейные или как минимум еще не имеют детей, которые могут посидеть поздно ночью и которые быстро соображают. У которых нет жизни. Ну сна у них точно не будет в эти дни. Но с другой стороны это фан. И тут вот я скажу это здесь, потому что я не сказал это в начале. Вот я сейчас рассказываю, как в этой всей боли не сделать ее еще более болезненной. На самом деле вот работа этой свод команды и нахождение чужих каких-то кривых решений, которые ты наконец понял и исправляешь, вот это тот максимальный фан, по-моему, которого можно добиться в Legacy. Это отдельный вид как бы программистского удовольствия. То есть все понятно, все хотят быть программистами-творцами, которые пишут с нуля что-то новое, чего до них не было. Ну это понятный кайф. А кайф человека, который раскопал чужое мутное странное решение, да еще нашел в нем ошибку, еще ее исправил, это совершенно другое, но тоже достаточно большое и, на мой взгляд, стоящие усилий и трудов удовольствия. Значит, пятиминутка развлечений. Оно, конечно, это классика, это понятно. Это просто как бы я вижу, народ как бы так уже немножко начал прикрывать глаза, потому что он так много говорит. Давайте немножко развлечемся. Код, конечно, обфусцирован, нас бы убили в противном случае, но это как бы более или менее реальный код из реальных проектов. И комментарии хорошие, правда? Ты такое находишь, ты… Ну это позитив, ты 5 минут бьешься в конвульсиях 100 смеху. Вот это хорошо. Ну вот сейчас я не понял, что имелось в виду. Значит, вот это опенсорсная либо, которая используется не только у нас, она используется везде. Вот это название этого метода. Вот. Я это на митинге показал заказчикам, там, в общем, сорвал митинг. Это просто… очевидно, наши попередники были поляками. И были поляками довольно часто. В одном классе. Вот. И, очевидно, цикла фор они не знали. В общем… Сейчас моя любимая. А, вот это? А, да. Не код хороший, а нормальный код коммент. Код хороший. Код хороший просто классный. Не единичный случай. ВТФ в нашем проекте встречается, ну так, хорошо. Ну, то есть, как бы, ну да, я сюда пришел и что, да, ну ладно. Значит… Тут коротко. Тут коротко. Потому нет, это как бы на самом деле об этом можно говорить часа два. Это реальные примеры из одного вот самого тяжелого legacy проекта за всю нашу жизнь. Я пробегусь только по самым, как бы, важным вещам. Это, как бы, примеры того, что мы сделали и… Делайте, как мы. И что там мы или не мы сделали, не делайте так. Значит… Ну, это понятно. То есть, когда мы видим систему, и нам она достается с пометкой «Рестартовать каждую ночь здесь так принято», тут мы говорим «Не, чуваки!» Мы эту традицию будем ломать. Ломать ее нужно аккуратно, потому что если вы просто перестанете рестартовать, то беда будет буквально послезавтра уже. Но… Расширять логи, смотреть, что происходит, мониторить память, мониторить все, что может не закрыться и привести там коннекшены и whatever. Потоки, файлы, все, что может привести к падению системы, надо нормально логировать, мониторить. Егор расскажет, как, и бороться с этими проблемами. Система, которая стартовала каждую ночь и не жила, потому что не могла прожить двое суток, сейчас от релиза до релиза 2-3 недели работает совершенно четко и стабильно. За редкими исключениями. В 4 часа утра мы о них узнаем по телефону. Значит, вот это пример, который… Очень хороший антипаттерн. Значит, там есть несколько компонентов системы, которые периодически отваливались. Сейчас уже не отваливаются, но не в этом дело. Пришел DevOps с той стороны, нам даже ничего не сказал. Написал скрипты, которые по логам анализируют активность этих компонентов. Если в логе есть 3 минуты тишины, то он эти сервисы рестартует. С одной стороны, оно, конечно, работает. По-моему, подход, что если у нас отвалились колеса, нужно, не дай бог, не останавливая машину, прикрутить их на ходу и ехать дальше, рано или поздно, как бы, чем-то плохим закончится. Эти скрипты работают до сих пор. Я жду не дождусь, когда мы их выпилим, все для этого готово. Скоро сделаем. Это все улучшение внешних API, это специфические вещи для тревела, они сейчас не нужны. Вот это очень важная штука. Во-первых, да, бывают заказчики, которые не дают вам доступа к продакшен логам. Полтора года. Или год? Не-не-не, полгода. Но, в общем, в какой-то момент случился перелом, как бы, случился переломный момент когда-то. Когда нам сказали, посмотрите в логах, мы сказали, дайте же доступ наконец. Нам его дали, мы не спали полночи, потому что мы открыли логи и спать мы уже не могли. Значит, система, которая считается, что работает успешно и стабильно, то есть там были изредка нормальные логи, а в основном это были все со звиком вправо и начинается с add. То есть это сплошной stack trace, которого там сколько-то десятков мегабайт в сутки. И эта система нормально работает, считается. Значит, вот мы завели Epic в GBA. Gigabyte. Он имел в виду Gigabyte в сутки. Нет, Gigabyte это там другой, тот нормальный. А, но у нас есть сервис, который ролит по два с половиной гигабайта в час. Двенадцать там гигабайт в час, это если ты про Saber, но он нормальный. Но это не exception, да. Это не exception. А тут были десятки мегабайт exception в день. То есть мы завели Epic в GBA, мы провели несколько дней просто сидя над этими логами, вычленяя оттуда отдельные как бы просто по одной ошибочке и заводя на них по тикету. Потом мы пришли к заказчику и сказали, ну вы поняли. Потом мы еще несколько месяцев выбивали время под этот стабилизационный проект, так я говорил выше. Потом наконец его получили и потратили уйму времени только на то, чтобы понять вообще откуда эти логи, что такое, что за проблемы. Потом мы на основании этих исследований платили тикетов на фиксы и потом только фиксили. Опять же, спустя полтора года система не имеет exception в логах, кроме двух я знаю. Но вот, ибо нет в мире совершенства. После этого логи стали информативными. Потому что если у вас в нормальном состоянии постоянно стек трейсы, то после релиза понять, у вас система валится или не валится, вы не можете, у вас все равно стек трейсы. В общем, это мы забороли и это как бы, вот, highly recommended так делать. Значит, фикс багов, значит, замены библиотек это новые. Егор еще об этом отдельно скажет. В общем, апдейтить версии не всегда, в общем, не все игры одинаково полезны. То есть переехать со Spring 3.0 на Spring 4.3.2 просто не поехало. Потому что, не буду отбирать у Егора, он расскажет. Третьисторонние зависимости highly recommended посмотреть. Потому что, опять же, сайт, который, если у вас на странице, к примеру, инклодится дживоскрипт из каких-то сторонних ресурсов, то посмотрите, в тройкече ли это все счастье. Потому что у нас были несколько случаев полного падения продакшена из-за того, что третисторонний скрипт, поставляемый нам, товарищ, это у нас Oracle, Oracle, оказался недоступен. Короче, Oracle что-то упало на их стороне, у нас лег сайт. Удивительно для Oracle, да? Почему скрипт не в тройкече? Очень любят товарищи с серьезными бизнесами всякие тег-менеджеры. Adobe тег-менеджер, Google тег-менеджер. В общем, различные средства, которые проводят аналитику, которые тоже засовывают в нас свои скрипты. Этот скрипт может сделать много интересного. Надо проверять. Ну и, короче, всякие дедлинки. Значит, и последнее. Это как бы плавный переход к Егора части, потому что он по ней по колену. Он расскажет намного лучше. Внедрение мониторинга GVM и агрегации логов. Когда у вас есть 13 продакшн серверов, и вам говорят, посмотрите это в влогах, что у нас там. Но вы поняли. Аналогично, когда у вас что-то упало, а в логах ничего хорошего нет, то, наверное, почему-то жена упала. Наверное, есть какие-то способы трекания, что там в кишках происходит. Вот, собственно говоря, это, наверное, самое интересное было, что мы сделали на практике в этом проекте, кроме фиксов и дописывания новой логики. Это то, что мы его обвесили разнообразным мониторингом, на основании чего мы получили огромное количество информации, которую до нас не знал никто. И пофиксили очень важные вещи, которые, опять же, сделали заказчика счастливее, потому что богаче. А вот как мы это делали? Держи клинот и расскажет уже Егор. Собственно, вторая часть доклада. Мониторинг Java приложений. Будем говорить о разных тулах, которые мы использовали, которые мы рекомендуем использовать, не все о них знают. Какие-то подходы, приемы, чтобы все-таки этот ваш Титаник залатать и пусть плывет себе дальше. Java Melody. Поговорим сначала о Java Melody. Есть такой очень хороший open-source tool, инструмент для мониторинга Java приложений. Он интегрируется либо в application server, либо непосредственно в сам ваш application. В реальном времени собирает очень много полезных метрик. CPU, usage, RAM, usage, память, количество трэдов. Это нам и Nagios покажет, и, в принципе, это ок. Но есть какие-то более интересные вещи. MySQL connection. Ваше приложение очень сильно общается с базой. Я бы даже сказал, насилует базу. Очень страшно. Базе плохо. DBA постоянно пишут вам вот такие письма, что у нас там slow query log уже размером больше, чем сама база. Сделайте что-нибудь. У нас-то в логах все чисто. Проблема не на нашей стороне, а, скорее всего, на нашей. По поводу MySQL, вообще Java Melody очень хорошо в этом плане устроена. Она проксирует GDBC драйвер. Там реально ничего не накручивается сверху, только мониторинг. В принципе, эта штука работает прозрачно и очень быстро. То есть оверхеда, в принципе, не добавляет. Есть дополнительная еще информация по трейдам. Вот мы точно знаем, что у нас там в один момент идет запрос на какой-то сторонний сервис в 5 потоков. И почему-то приложение иногда падает. Мы смотрим влоги out of memory error. Ну, блин, что, HIPAA добавим? 20 гиг было, 40 пусть будет. Нам же не жалко, правильно? Какие проблемы? Все, добавили HIPAA, оно все равно падает. На тачке, правда, при этом 30 стоит, но в этом мы узнаем потом. Да. Ну, елки-палки. Хорошо. Есть эта штука. Идешь, смотришь. Оказывается, в момент падения у тебя на машине было 2000 потоков. Незакрытых. И, покопавшись в документации GVM, ты видишь, что когда GVM не может создать поток, что она пишет логи правильно. Out of memory error. Это действительно так. Это очень логично и помогает вам в дебаггинге. Во! Две ночи убили. Я лично. Hibernate cache. Ну, мало кого уже осталось, кто реально использует GDBC на проекте. Вместе с Hibernate. Hibernate имеет cache. Периодически что-то в нем может повиснуть. Периодически его нужно почистить. Вот это вот очень хорошая штука. Тоже умеет. Логи показывает. Есть у вас какой-то error, который часто встречается. В топ вылезет. Есть менюшка. Я все покажу. Можно посмотреть, какие логи популярны. Можно посмотреть, какие логи у вас. Ну, вот они бывают редко, но они там фатал. Ну, вот есть у вас в логах фатал. Я вроде слышал это плохо. Это хуже, чем error. Увидите. System load, disk usage. Но это нам все не интересно. Опять же, это нам DevOps. Рассказывают, что место на диске закончилось. Зачем мне это все? Скажете вы. Ну, мониторинг, ну, это же DBF и DevOps в задаче. На самом деле нет. Вы, как девелопер, все-таки несете какую-то ответственность за то, что делает ваш аппликейшн. Зачем мне это все нужно? Во-первых, real-time application health monitoring. Упала уже? Или еще не упала? Или еще живет? Отлично. Будем смотреть. Вот есть ситуация. Упала ваш аппликейшн. В логах, ну, что-то невнятное. Просто имея эти логи, восстановить ситуацию, ну, будет очень сложно. Вы не видите, что происходило внутри JVM. Вы не видите, может оно там коннекшенов нажралось. Опять же, трэдов, как было у нас. Ну, что-то может быть. Открываем Java Melody. Видим, что в этот момент, да, действительно, трэдов много, коннекшенов много. Там кастомеров очень много привалило. Еще что-нибудь. Эта штука позволяет быстро реагировать на outage и решать сиюминутные проблемы. Вот что-то конкретно сейчас у нас очень сильно тормозит. Опять же, 4 часа ночи, вы занимаетесь своими делами. Звонит заказчик. Вася, ну, все плохо. Вместо того, чтобы что-то делать, другое. Вы идете наживо. Мелоди смотрите. Ага, вот это, это, это. Это, например, там, маркетинг запустил почтовую рассылку и привалило, ну, невероятное количество пользователей на сайт. Вы на это не рассчитывали и почему-то три веб-сервера потушили из четырех. Не сезон же? Нормально. Решаем, смотрим, понимаем. Опять же, то, что я уже сказал. Надо нажимать, да? Логи не всегда показывают всю картину произошедшего. Ну, не буду останавливаться, ты сказал. Вот что-то было с аппликейшеном. Посмотрим, как можно более точно. Позволяет предусмотреть многие проблемы. На предыдущем слайде видно, что вот, ну, вот график какой-то. На следующем слайде будет очень интересный график, который ползет, 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 ползет. И когда-то же он доползет. Это был хип в данном случае. Он когда-то в этот хип упрется. Гарбач коллекшн отдельный разговор. Есть DevOps-алертинг. Да, все хорошо. Но вы вот просто в обеденный перерыв зашли на Java Melody и увидели, что у нас что-то ползет вверх. И оно ползет. И оно прям... Что делать? Будем смотреть, что делать. Но мы, по крайней мере, это знаем. А DevOps-ы еще не в курсе. У них все хорошо. Вы уже знаете, что это не так. Графики более наглядны для менеджеров и прочих бизнесов. Это моя личная боль, потому что к нам приходили там... Топ-менеджеры заказчика и трясли вот такими графиками Google аналитики. Рассказывали, что мы накосячили. И кастомеры не ходят. И ничего не работает. Трава не растет. Все очень плохо. Можно развернуть свой монитор. Показать в отместку график, что вот. Вот. Вот это происходит. Видите? Не мы виноваты. Не наш код. Скорее всего. Легче ответить на вопросы клиента. Почему вы потеряли много денег? Ну, уже опять же говорил. Потому что с аппликейшеном была вот такая борода. И DevOps-ы скажут вам спасибо. Действительно скажут. Потому что то в том объеме, в котором DevOps-ы могут реально мониторить ваш живой аппликейшен, до этого человек с дотнетом работал. До этого человек работал, не знаю, еще с чем-то. Он может повесить нагиос, например, какой-то. Он может повесить баш-скрипты, которые будут там стопогрепом выдирать, количество памяти и процессорное время, которое ждет ваш аппликейшен. Но эта штука все-таки показывает больше, как говорят одни известные докладчики, которые рассказывают про всякие интересные вещи в GVM, кишочек. Вот пример. Не более чем несколько часов назад вот это было снято с нашего продакшена. Вот, к примеру, два графика. Первый – это трэды, второй – это память. Вот это, кстати, было, о которой я говорил. Только у нас было такое с трэдами. Вот они вот так вот ползли, 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 ползли. И один раз аппликейшен завалился. Второй раз, когда мы увидели, что график ползет, 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 где-то вот тут мы уже начали бить во все колокола. И говорят, это же GSC, я так понимаю. Да тут даже про это написано. Не в том дело. А вот тогда у нас вот, когда оно вот в этом месте замирало, это означало сервак умер. Да, а не GSC. Можно было вот в этом месте, не дожидаясь пикового уровня, его потушить и перестартовать. Именно так. Опять же, тут это, в принципе, все достаточно видно. Разбито по времени. Самое левое – это 10 утра, это 8 утра по времени заказчика, соответственно. То есть видно, что аппликейшен работал, памяти оно наедалось. Здесь график garbage collection, на самом деле, там просто три вот такие спайка. Оно память почистило, пошло дальше. Нормальное поведение Java application. Вот тут у нас были redeployed. Видно, что что-то происходило. В данном у нас конкретном случае мы руками тушили серваки, но они могли и падать. Так что это достаточно информативно. Вот пример просто мониторинга того, что сейчас происходит. Ничего не падает, все хорошо. На самом деле, не все. Я сейчас покажу. Есть два сервера. Один у вас веб-сервер, который торчит мордой клиентам. Клиенты ходят, там что-то покупают, все довольны. Есть сервер, который предназначен для людей, которые со стороны заказчика занимаются, ну, допустим, контент-менеджментом. Ходят там эти всякие товарчики, на сайте их выставляют. В общем, все очень классно. Это отдельный сервер. И, к примеру, вот график used gdbc connections. Вот это 2К. Вот эта вот линия. Ничего странного вы не видите? Что, ну, это нормальное поведение системы. У вас таких машин 9, 10, 12, 15, whatever. А вот нормальный, то есть это ваше java-приложение курильщика, а это обычного человека. А вот нормальный gdbc connection этот самый. Тут все хорошо. Опять же, остальные какие-то графики. HTTP hits per minute тут, наверное, не сильно информативно, потому что туда ходит много пользователей. Сюда ходят там только какие-то ребята со стороны заказчика. Но, в принципе, можно взять, скажем, 2 машины, 3 машины, поставить рядом эти графики и посмотреть. У вас примерно все соответствует друг другу. Если все ведет себя примерно одинаково, все хорошо. Если есть одна машина из пула, которая ведет себя странно, ну, действительно странно. И у этой штуки, кстати, есть алертинг. Я не сказал. У этой штуки есть алертинг. Я не знаю, как он настраивается. Сложная документация, там, 5 страничек на гитхабе, я не знаю. Вот. Позволяет это дело поймать и выловить, что, в принципе, очень удобно. Теперь поговорим про логи. Логи очень важны, вы их пишите, никогда не читайте. Всегда много места на винте, девопсы недовольны. Стоп. Интерактив, еще раз. Кто использует System Outprintln? Да таких людей уже не осталось. Мы используем System Error Println в одном месте. Ну, виновные еще не расстреляли, но скоро будут. Мы знаем, кто это. Да, мы знаем. Сейчас поговорим про логи и так называемый ElkStack. Elk это Elasticsearch, ElkStack, Kibana. В принципе, довольно известная уже штука. Много кто этим используется, кто не пользуется. Я вас буду агитировать это делать. Зачем это нужно? Агрегация, анализ, визуализация данных из логов. Вы логи для чего-то пишете. Ну, зачем-то вот это вот сообщение здесь должно выводиться в лог. Для вас в основном. Когда у вас есть подключенный, настроенный вот этот вот ElkStack, в котором в реальном времени со всех ваших приложений текут логи, что вы видите, во-первых. Это статистические данные в реальном времени из логов приложения. Мы начинаем видеть, что у нас начинают ползти error логи, а Java Melody показывает, что все хорошо. Вот тут уже интересно. Будем смотреть. Опять же, у вас 13 машин, оно пишет кучу логов, надо ходить и все эти логи грэппать вручную через SSH или тянуть там по WinACP или просто по SCP и тоже грэппать. Это не весело. Эта штука помогает. Опять же, настраиваемые выборки под конкретные условия ситуации. Вот это примерный вид того, что называется Welky Dashboard. Это просто набор каких-то визуализаций по каким-то выборкам. В реальном времени вам показывает. Скажем, у вас там кастомеры приходят, там отсюда, отсюда. Разбивка по географии есть какая-то. Вот тут это, я в интернете взял эту картинку. Вот тут точно видно, что вот это баксы. Вот это очень классная штука, которую можно показать бизнесам. Смотрите, вот у нас есть вот и тут написано, что вот за сегодня вот уже так хорошо. А завтра будет еще лучше, я уверен. Причем картинку ты эту взял потому, что мы ходим под NDA. То есть у нас так сделано. Да, у нас так сделано, но показать мы ее не можем. Просто мы ее не можем, потому что NDA. Но реально так. То есть у нас куча-куча графиков по частоте различных логов о часто встречающихся не ошибках, событиях. И большая цифра, сколько за сегодня заработано. На самом-то деле тут вообще-то есть скриншот этого дела. Да? Я все замазал. Все хорошо. Замазал чуть нельзя. Хорошо. Еще больше цветастых графиков, понятных даже вашему менеджеру. Вот это более понятно, чем Java Melody. Потому что там мистер Джон слабо понимает, что такое CPU usage там на одном из аппликейшенов пула. Он понимает, что вот аккаунтинг говорит, что все плохо. А вы говорите, ну, кастомеры перестали ходить. Еще что-нибудь. Криво вы настроили маркетинг, там, рассылки какие-то глупые запускаете. Народ отписывается там от вашего канала на YouTube. Он фоловит вас в Facebook и в Instagram. Все плохо. Ничего не продадите больше. Поэтому это полезно не только с технической стороны, но и со стороны бизнеса. Эти дэшборды могут показывать не только там тупо данные из логов, сколько у нас ошибок такого типа или такого типа. Можно ввести какие-то кумулятивные, не знаю, визуализации, которые позволят показать, насколько эффективно сейчас продается то. Насколько сейчас эффективна маркетинговая компания запущенная. Там, допустим, к вам на сайт приходят и в урле есть какой-то флаг, по которому мы знаем, что человек пришел из почты. Мы, анализируя логи аксесса, скажем, вашего Apache или Tomcat, или что вы там используете, я не знаю больше серверов, можем посмотреть. Вот у нас начало приходить столько-столько-столько пользователей вот с таким флагом. Соответственно, мы видим, маркетинговая компания работает удобно. Вы довольны и бизнес видит. И отдельный пункт. Это очень важно. Если вы уже начали заниматься этим, то это лишний повод привести порядок логирования в вашем приложении. Если мы пишем в логи там очень-очень-очень много раз, что вот мы вычитали из базы collection там, в котором там 85 entity, это очень важная и полезная информация, безусловно. Но что она в инфо? Может быть, она должна быть в дебаге или вообще в трейсе, но она нам не нужна в инфо, наверное. Или какая-то ошибка. Вот у нас осталась еще вроде та ошибка, которая ошибка. Это штатная ошибка. Ну что-то как кастомер накосячил, криво заполнил. Но после этого лежит stick trace. Зачем? Лежит. Лежит, Егор. Лежит. Я тикет заводил. Что, я знаю, что лежит. Сегодня production поднялся, смотришь, вот этот exception, я его знаю. Все хорошо. Пока ты не перешел дальше, такой момент. Для меня это было некоторым откровением, в общем-то, что мониторинг логов – это один из дополнительных способов мониторинга функционирования системы в целом, не только ее проблем. И таким образом, мы привыкли к тому, что как мы мониторим производительность или вообще какие-то метрики системы. Мы можем строить отчеты по базе, как бы классика-классик. Мы можем юзать какую-то Google аналитику, Adobe аналитику, whatever else аналитику. Но, коль скоро логи пишутся, мы можем как бы строить свою фактически аналитику на логах. То есть, привести логи в порядок – это означает не просто убрать оттуда мусор, это означает, имея уже в виду последующий парсинг этих логов logstation вот под ELK, писать, делать эти логи машиночитаемыми под аналитику, а не только человека читаемыми. Любители Perla будут довольны. Ты рассказал, как это вообще работает? А, да. Я хотел рассказать, как это работает. Собственно, есть Elastic. Понятно, что делает Elastic. Это хранилище для наших логов, назовем его так. Есть Kibana. Kibana – это инструмент визуализации. Она втыкается мордой в Elastic. То есть, Kibana – это вот это? Да, Kibana – это вот это. Это вот эта веб-морда. А есть Logstash. Задача Logstash – замесить и нарубить ваши логи на понятные, удобно читаемые вещи, которые можно сложить в Elastic, добавить какие-то теги, прикрутить какие-то там, вычленить какие-то поля, еще что-то. И Kibana вам это все покажет. Значит, Logstash имеет в себе очень много кучи всяких модулей, очень много всяких разных встроенных уже паттернов. Мы в лучших традициях писали сами. Потому что те логи, которые были на момент внедрения у нас, не парсились никакими правилами вообще. Там есть отдельный для Java прям репозиторий на GitHub, там написано, там Generic, там Cutl, там Log Entry. Не, не у нас, только не у нас. У нас… Да-да-да, про слово consistency в Legacy надо забыть на входе. Это сразу, да. Вот. А вот, собственно, один из дешбордов, прям с нашего продакшена. Я не все замазал, неважно. Log level percentage понятно. Красненький – это error. Ну, не все так хорошо в датском королевстве. Ну, ладно. Что? Ну, конечно. Legacy application. Я же вас на входе предупредил. Вот, допустим, три вида… Это не ошибки, это метрики. Зеленые – это просто примерная посещаемость. Допустим, есть у нас вот спайки вот эти. Вот это какая-то метрика, которая у нас вот вскачет в пять часов утра. Мы ее как-то все настроили, поставили, увидели, что это такое. Полезли смотреть, а к нам в один момент времени приходит просто извне какая-то куча огромных запросов. Мы полезли, узнали у бизнесов. Да, оказывается, есть какая-то внешняя роботизированная система, которая что-то там у нас делает. В общем, какая, кстати, до сих пор никто не знает. Волна пошла, я там заказчикам написал, они ответили, я еще написал. То есть процесс пошел, мы их отловим. Но если бы не вот эта вот штука, то это было бы еще очень долго, никто бы не догадывался. То есть они говорили, что к нам какие-то коннекшены идут. Но вот конкретно о том, что ровно в пять утра у нас вываливается exception такой-то в количестве 7000 штук. За час. За час. В пять утра. То есть в пять утра пришли 7000 людей и получили один и тот же exception. Это нормальная ситуация. Как потом выяснилось одного этого шайпишника. Ну ладно. Синенькая метрика это что-то? А, точно, я помню. Это то, насколько пользователи активно выполняют там поиск по каким-то ключевым словам. Там плохо видно, на самом деле эта штука достигает примерно пика на выходные. Это кажется суббота. Вот там вот, где больше всего вот этого дела, это суббота. Мы там это показали, поматчили. Да, действительно, мы там запустили одну штучку, баннеров там накрутили в нужном месте. Да, действительно. Но они увидели реально импакт этого дела. Как это повлияло. То есть до этого, блин, я не могу не вспомнить у нас у одного товарища, который занимается маркетингом, рассылками. У него есть отдельная полка с отдельными папками, где распечатаны с 2011 года все имейлы, которые он засылал. То есть, ну просто 2011 год, ты открываешь, 1 января, скриншот. Он от стока. И он что-то в 2014 году перестал их печатать. Вы не слышали, что мы лазим по шкафам в офисе заказчиков? Я это сказал? Ладно. Вот это был какой-то эр. Там, на самом деле, открыт такой стеллажик. И там вот этот кубометр мыла лежит. Никто не знает, кто мы такие. Все хорошо. Да ладно. Подожди, в начале было написано. Ладно. Палимся просто. Вот это был реально эрр. Мы сидели и специально ловили один вид ошибки. Потому что мы видим грэпом. Ты запускаешь грэп, там логи за неделю лежат у тебя где-то в рейхаусе. Ты запускаешь грэпом, видишь, да, это происходит. Но периодичности никакой ты не видишь. Потому что логов много. Ну, не информативно. Прикрутили визуализацию. Посмотрели? Да, действительно. Да, действительно, в этот момент. Разобрались, починили или тикет завели вроде. Не помню уже. Так, это я уже сказал. Это примерно то, как кастомеры заходят и просто пользуются нашим сайтом. Грубо говоря, статистика посещаемости. Вот это количество попугаев, которые… Это не деньги. Это не деньги, да. Это сильно как-то мы тут рассказывали про… Это единицы, которые множить на деньги. Да. Это попугаи условные, которые мы продали. Ну, тут написано this week. Но из-за того, что мы в этой часовой тайм-зоне, а заказчик в правильной часовой тайм-зоне, у нас week, во-первых, криво начинается, во-вторых, еще он не закончился. Так что будет даже лучше. Вот эту метрику заказчики очень любят. До этого они трекали, сколько они попугаев продали по тому, что им вернула Google Аналитика. То есть у них есть база, в которую эти попугаи ложатся. Вместо того, чтобы иметь какую-то визуализацию из базы, из логов, whatever, они говорят, вот у нас Google Аналитика показывает, что мы продали. Зачем? Ну, ладно, это уже такое. Вот это error count, я не стал его замазывать, тоже что-то ловили, не буду останавливаться, но это еще один из примеров. То есть что-то мы ловили и поймали. Эти графики очень, для нас они не так сильно полезны, как для того, чтобы докопаться до проблем, потому что мы знаем, что происходит вот такая-то ошибка, мы примерно догадываемся о ее периодичности. Это нам только все подтвердило, но это какой-то импакт на систему. Мы можем прийти к заказчику и сказать, что, чувак, вот эта ошибка, вот, имея остальные все метрики, мы можем сказать, это реально влияет на систему, вы теряете деньги. Это, конечно, все классно, что вы хотите там дизайн кнопки поменять и вы там кидаете на это всю девелоперскую команду и всю QA команду. Но, чуваки, вот эта проблема, про то, что Илья нашел, скажем, что у нас живет в продакшене много-много лет, баг, баг в год, да? 10 тысяч, по-моему, долларов в месяц. 10 тысяч долларов в месяц просто на округление какого-то там налога, просто вот так улетает. Мы им сказали, чуваки, мы нашли, вы теряете бабки, они сказали, да, хорошо, зайдите тикет, мы потом приоритизируем. То есть мы ожидали кликов хот-фиксить завтра. Да. И сейчас идет третий месяц ожидания приоритизирования этого. Человек, который эту багу нашел, у него сначала истерика была. Потому что он говорит, давайте я просто буду на свою карту эти деньги переводить, они все равно как бы их не трекают. Ну что? Ёлы-палы. Им хуже не станет, а я там что-то, может, как-то лучше станет жить. Это, в принципе, ELK. Стоит заметить, что, когда мы первый раз прогоняли этот доклад, там сказали, ну, я типа .netчик, мне не нравится. Это же для Java. Какая разница, какое приложение написало логи. Это полезно и для вас. Для доцента есть, вообще-то, отдельное классное решение от ребят, которые пилят Stack Overflow. Оно там очень классно интегрируется, быстрее работает и лучше, чем ELK. И вообще непонятно, о чем мы ELK пользуемся. Будет живая демка, мы живую демку не успеем. Поэтому просто поверьте мне, что я вам показал все вот это и оно все движется. Я оставлю линк, в котором можно зайти и посмотреть на реально живую рабочую кибану, в которой реально на живую текут данные. Там это реклама какого-то сервиса, который это все хостит. Мне за это не платили, но реально ELK разворачивается там за 20 минут и за бутылку чего-то. Поговорим еще о мониторинге. Совсем коротко, это уже специфично. Для Java, Java Mission Control и Memory Analyzer Tool. Mission Control появился, раньше его не было, по крайней мере в HotSpot, был в Jrocket, но он появился с 40 апдейта 10-й JVM и позволяет воткнуться в живой аппликейшн и посмотреть, что в нем происходит. Не просто собрать метрики, а прям вот залезть и прям покопаться. Очень интересно. Рекомендую всем хотя бы просто попробовать и увидеть, что это может быть полезно. Про Memory Analyzer Tool останавливаться не буду. У нас как-то было, что... Две минуты стоит, на самом деле. Хорошо. У нас был такой момент, когда у нас аппликейшн, который вообще не должен был падать с Out of Memory Error, реально занимая гиг или два хипа, имея при себе выделено 6 или 8, на тачке, на которой этой памяти очень много, упал с Out of Memory Error. Мы не поняли. Смотрим логин, просто приложение умирает, ему просто не хватает памяти. Никаких идей, почему это может произойти. И тут я замечаю, что там есть дамп. Я беру этот дамп, размером каким-то вообще невероятным, больше, чем реально хип-приложение. Я качаю его, зафигачиваю в аналайзер и вижу там картину, там пайчарт, я сейчас покажу для примера, там пайчарт, типа вот такой. Только там 2 основные части, 1% и 99%. Вот 99% это LinkedIn List Entry. Как выяснилось от доморощенного кэша. Ребята хотели написать кэш. Свой, естественно. Работает. Нет. Упало. Причем, вот мы вот так сидели, смотрели на этот дамп, он тянулся. Ну реально здоровая фигня, тянется получается серваков заказчика, ты сидишь и смотришь. А потом ты запихиваешь это в Emory Analyzer Tool, он такой, just a minute. Ты идешь на чай, приходишь, он такой, just a minute. Очень увлекательно. Time for an update. То, о чем говорил Дима, это на самом деле уже не связано с мониторингом. Мы все очень любим обновляться, особенно мы все любим вот это. Кто не любит вот это? Я люблю это. Это шикарнейшая вещь. Особенно, когда ты работаешь и вот это вот вылазит, ты думаешь, елки-палки. Ну наконец-то теперь-то я имею над шестой GRE, там на пятом GDK написанный проект, на последнюю-то восьмерочку или там на альфу девяточки обновлюсь. Да. Обновление GDVC-драйвера, там CAD ThreadPool и прочих штук. Вот это важно. Это вещи, которые не обновление спринга, не обновление хибера, это не может что-то сломать, но в основном это даст вам реально какой-то полезный импакт. У нас реально была проблема, когда апдейтом Tomcat ThreadPool мы смогли пофиксить утекающие коннекшены MySQL. Просто бесплатно. Мы обновили джарник. А, кстати, если у вас шестой Tomcat вы используете штатный connection pool? Вам хана. В общем, да. Совсем. Ну, не совсем. В один момент… Не совсем. В один момент вы вспомните, о, там какие-то эти самые рассказывали, что такое бывает. Собственно, да, это был GDVC-драйвер. Там CAD ThreadPool тоже самое, были связаны с этим вещи. Я говорил, что приложение нажиралось thread-ов, мы пофиксили это убиранием везде надписей new thread, и замена это все на ThreadPool Executor и прочие хорошие вещи, которые нам, собственно, GDK дает. А, кстати, с примером веселого кода. Вот там, где был new thread, вот в том районе, там еще был фееричный фор и от одного до одного. А, да. Этот фор мы, к сожалению, не смогли найти, его то ли кто-то уже пофиксил от истерики… Да, пофиксил, я не фиксил. То ли, в общем… В общем, да. Хороший был фор, полезный. Красивый. То есть, это legacy. У вас может быть фор от одного до одного, и может быть вот то, что 95 раз, с выскость чушь, что я показывал. Это надо принять. Неочевидные изменения под капотом фрейворков могут принести к конфликтам библиотек. Обязательно приведут. Перед вами человек, который мигрировал в наше legacy приложение на Java 8, на Tomcat 7. В 8. Уже 8. Пытался на 9, но там не взлетело, потому что он сильно EAP. Ну, в общем, все это уже мигрировано и… Лежит в отдельном фичере, в отдельном бранче. Сколько оно там уже лежит? И будет зарелизено, наверное, никогда. Я шучу, что еще мои внуки будут саппортить этот проект обычно. Но, скорее всего, где-то примерно тогда. Ну, у нас реально была проблема, было две проблемы. Первая была связана с тем, что мы обновили, я обновился на Java. Там были проблемы с тем, что у нас криво написаны GSP. Изменения произошли в GSTL, где никто не ожидал. Пришлось перечитать тучу манов, перефиксить почти все GSP. Тогда скомпилировалось. Задеплоили. Поехали по новой. Еще какие-то штуки. Поэтому, ну, я не буду особо на этом останавливаться. Я думаю, все примерно представляют, что такое мигрировать аппликейшн, написанный в бородатые годы, на что-то новое. Ну, вот про Spring, кстати, наверное, скажем. Обновление Spring. Потому что это больно. Мы обновили Spring с 3.0, что-то там, на 4.3, что-то там. На 4.2, последний. Latest stable сейчас. Беда пришла оттуда, откуда не ждали. Они обновили Jackson с единички на двоечку. Ну, казалось бы. Все же аннотациями поставлен. Все везде. Обжект мапперы используются. Все хорошо. Нет. Генерирует кривой JSON. Этот JSON правильный с точки зрения Джексона. С точки зрения нашего фронтенда, который ожидает получить что-то вменяемое для себя, этого не происходит. Сидел и руками все обжект мапперы использования их переписывал. Вспоминал, как конфигурить XML. Прикручивал этот обжект маппер в нужное место. Да, действительно было. Что-то много времени достаточно убил, потому что много места. Работает не трогай не всегда справедливо. Ну, это такая философская мысль больше. Отдельная история с аппликейшн серверами то, что я уже сказал. Я обновил Tomcat и все упало. Я не менял код, я не менял ничего. Я просто обновил Tomcat. Поменялся GSTL. Где бы это было написано? В логах Tomcat? Сейчас. Это было написано в спеке GSP, GSP, которую я потом уже отрыл где-то через Archive.org. Вычитал. И там такое написано. Да, там change, что-то там GSTL expression. See here. И там, короче, документ огромный, в котором написано, что чуваки, GSTL, мы теперь все. У нас, кстати, коннекшены к базе напрямую открывались из скриплета в GSP. Два года назад, если что. Это так тоже для истории. То есть обновление это всегда весело. Подводные камни тут обязательно будут. А если это Legacy, то они уже прямо ждут вас, когда вы их найдете. Поэтому это такая более-менее очевидная вещь. В принципе, наверное, мы скажем еще по ссылкам полезным. Значит, по ссылкам, наверное, сюда нужно было добавить вот ссылку на тот Live Demo, о котором ты говорил. Плюс-минус. Значит, первый товарищ – это, скажем так, больше кейс-стадии, нежели обобщение. То есть мы старались как-то больше обобщить с элементами кейс-стадии у него скорее наоборот. То есть человек… Это запись презентации, на которой я физически сидел. Думал, он мне что-то новое расскажет. Собственно, это частично вдохновило на… Вдохновило. То есть мне после этого захотелось рассказать свое более системно. Ну, интересно. Это наш дядька по-русски говорит. Майкл Физерс, автор книги «Working Effectors» из Legacy Code. Вот такой том. Честно, не читал. Но это в основном про рефакторинг. То есть это о том, какие в Legacy бывают косяки с точки зрения кода и о техниках рефакторинга. Конкретно вот эта ссылка на его слайды. Книжку я в торрентах нигде пока не нашел бесплатно. Искал, да. Но есть его достаточно большая презентация о 50 с чем-то слайдах по верхам этой книжки. По крайней мере, можно посмотреть, покупать книгу или нет. Покупать. Как-то так. Тратить ли свое время на поиск этого самого MagnetLink? Да. В общем, за сим еще раз хочется подвести резюме, что Legacy, несмотря на все наши рассказы про боль и страдания, бояться его не нужно. Его нужно просто уметь готовить. И тогда он доставляет, на самом деле, изрядно фана. И просто как бы использовать грамотно подходы, находить свои, подходить ко всему с умом и с юмором. И, пожалуй, больше ничего не понадобится для успешного результата. бот. Наш татемический брат просит вопросов. Сколько денег стоит Elk? Elk бесплатен. Денег стоит только официальный саппорт. То есть его сравнивали с Планком. Значит, мы выбрали Elk, а не Планк. Потому что нам не нужен был саппорт, и нам это все вообще обошлось бесплатно. Товарищи, знакомые, у которых в политике компании был прописан обязательно платный саппорт на все случаи жизни, выбрали Спланк, потому что с саппортом Спланк дешевле, чем саппорт Elk. Ну, тут еще стоит напомнить, что для Elastiка есть много плагинов для Elkstash. Если там есть такая штука, как куратор, она идет как отдельное решение, и это алертинг. Я знаю, и куратор к звукиперу прикручивается. Нет, это другой куратор. Кажется, это называется куратор, я не помню. Там на сайте у Elastiка, у них сразу видно, что они продают, а что в опенсорсе лежит. Вот, и это стоит денег, да. Но, в принципе, зашлием. Есть девопсы, и они и так платят зарплату. Они могут сидеть 24 на 7 и читать эти логи, как у нас, собственно, раньше и было. У нас реально был кусочек времени, когда сидели просто девопсы, и каждые два часа ребутали серваки, пока мы искали, в чем там проблемы, и как же это, блин, пофиксить, чтобы оно не падало. Нашли. Причем с помощью мелодии. Вот как раз, когда мелодия шла-шла-шла вверх и достигала определенного момента, кричали, Билли заряжай, и Билли перезагружал сервер. По одному из... Пока мы не могли понять, почему же оно доходит до этого уровня-то. Еще вопрос? Я знаю, что там было раньше, но сюда ближе. Я дойду. Спасибо. Ну, такой вопрос. Вот, допустим, про memory analyzer, если у вас был опыт. Вот вы получаете hip-dump, да, и hip-dump там 30 гигг. Какие-то, ну, подходы к анализу таких огромных hip-dump. То есть машины, как правило, умирают девелоперски. Там не дают 30 гигг. Необязательно. Смотрите. Memory analyzer tool, которым я использовался, это Eclipse-овский memory analyzer tool. Он есть как в Eclipse, так и отдельно. Я скачал его отдельно, потому что я Eclipse не перевариваю. Я работаю на идеи. Да, вот он код не пишет, он работает на Eclipse. Ему хорошо. Eclipse – хорошая тула, ничего не подумайте. Vim – хорошая тула для чтения. Что мы делали? Например, вот у меня есть лэптоп, который сейчас там на столе лежит. Там аж целых 6 гигабайт оператива. Я туда вгружал 40-гиговый дамп. Оно его хавает. Это реально можно проколбасить и посмотреть. Просто кажется, оно не с первого раза таки провело его анализ, и это занимало минут 30, но такое я делал. Спасибо. Пожалуйста. На самом деле не каждый день случается, и можно себе позволить. То есть оно уже упало, уже поздно. Если мы дамп вытащили, спешить уже некуда. Передайте, пожалуйста. У меня тоже вопрос по поводу дампов. И насколько я понял, у вас несколько степеней деплоймента, то есть разные инварименты. И дамп вы сохраняете ли на продакшене? То есть хип-дамп есть при эррорах на продакшене, либо это только в фазе стабилизации? Ну, на самом деле вопрос, сохраняем ли мы хип-дампы из продакшена. У меня встречный вопрос. А зачем вам хип-дампы не с продакшена? Ну, если у вас упало все на девелоперской машине, то это нормально. Это первая инстанция? Ну, то есть, понятное дело. Конечно же, мы сохраняем все эти хип-дампы, но я не знаю, как это, наверное, не связано с процедурой деплоймента. Обычно это связано, когда у вас что-то упало. И мы точно знаем, что если у нас что-то упало, это записано в процедуре. Мы смотрим, если есть хип-дамп. Потому что может и не по out of memory упасть. Может просто повиснуть и какой-то девопс его с криптом перезапустил. Или еще что-нибудь произошло. Или железно отвалился сервак. У нас реально было, когда почему-то... Ладно, он не помнит. Я помню. У нас был такой офигенный, очень хороший хостер, который хостил все наши серваки. И он периодически решал просто взять и их повырубать. То есть, это был не maintenance. Он просто, ну, у нас технические проблемы. Говорили они нам после того, как мы, подняв всех на голову, звонили им и спрашивали, чуваки, а может что-то случилось? Да, вы знаете, у нас тут, короче, роутеры поумирали. И мы потушили половину стоек. Нам надо разобраться. А второй раз мы им звоним. Похожая ситуация. Что у вас? У нас пожар. А имейл какой-то можно? Ну, мы пофиксим. В этом случае, кстати, ваш химдамб может в том числе сгореть. Ну да, вообще, если он есть, то им, конечно же, нужно пользоваться. Все яйца в одной корзине тоже как бы. Да. Еще спасибо. Пожалуйста. Ну, тогда, если вопросов больше нет. Всем спасибо за внимание. Егор, Дима, спасибо большое, что приехали к нам с Киева. Не пожалели своего времени и сил, чтобы поделиться своим опытом и реальными кейсами. Спасибо за вот такой драйв и фан, который на протяжении полутора часов каждому из нас давали. Вот. Хочу лично поблагодарить также вас. Очень рада вас видеть и с вами лично познакомиться. Давайте еще раз поаплодируем Диме и Егору за то, что приехали. Да, также хочу напомнить по поводу анкеток. Пожалуйста, если будет желание, оставьте свои отзывы по поводу доклада, свои общие впечатления. Мы обязательно там передадим Егору и Диме ваши пожелания какие-то, да, рекомендации, что вы хотели бы услышать. Ваше мнение очень важно для нас. Вот, да. Трейдмарк. Действительно, на самом деле это вот в таком большом формате, это у нас, если честно, первый раз прогон доклада. Поэтому ваш feedback is very appreciated. It's a great pronunciation. Typical Russian developers, yes. Отлично. Анкетки можно оставить на ресепшене или отдать мне, или вон Стас, он также с таким же бейджиком стоит, организатор. Вот. Сейчас можно еще подерзанить вопросами, если у вас они остались, Диму и Егору. Ну а так можно пообщаться, познакомиться, угоститься. Спасибо большое, что пришли. До новых встреч на Java User Group. В частности, в компании DataArt. Хорошего вечера. Да, еще также, если вам хочется кому-то из вас оказаться на этом месте, вместо Егора и Димы, а возможно и с ним, если вам хочется поделиться каким-то опытом своим, да, если вам хочется там рассказать какие-то свои кейсы или просто поговорить, пожалуйста, пишите, звоните, мы всегда рады вас видеть здесь. Вот. В анкетках это тоже, кстати, можно указать, чтобы мы могли вас найти. Там я хочу быть спикером. Вот. И мы обязательно свяжемся с вами и поделимся какими-то своими кейсами и организационными моментами. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.